Здравствуйте, вас приветствует NYFP TV. Сегодня понедельник, началась новая торговая неделя на Нью-Йоркской фондовой бирже. Во время сегодняшней торговой сессии нестабильность в еврозоне, долговые проблемы Италии и также возможность потенциального политического кризиса в этой стране не способствуют росту американских акций. Сразу после открытия Dow Jones начал повышаться, но весьма неуверенно. В данный момент Dow Jones возрос на 6 пунктов. Новой экономической статистики по США на данный момент не поступило. Экономическая статистика по еврозоне не способствует оптимизму. В еврозоне вышли данные по промышленному производству и объему розничных продаж. Эти показатели оказались ниже прогнозов экономистов. Американский доллар повышается относительно евро и британского фунта и снижается относительно японской иены. Акции компании Netflix возросли на 3,4% после сообщения о том, что Netflix заключила сделку с компанией MGM для просмотра фильмов в режиме онлайн. Акции компании Home Depot повысились примерно на 1,5%. Также повышаются акции компании Dish Network после сообщения о прибыли в третьем квартале, которая возросла на 30% за счет увеличения объема продаж. Акции финансового сектора в отсутствии каких-либо новостей слегка повысились за счет роста акций компании Key Corp. Акции Тайва Банка возросли на 1,7%. Акции компании First Horizon повысились на 2,39%. Акции компании American Express торгуются практически без изменений. Из новостей о слиянии и поглощении компаний стоит отметить сделку компании Best Buy с компанией MyChief Technology. Стоимость сделки составила 167,1 млн долларов. Это были основные сообщения с рынка ценных бумаг на данный момент. Вы смотрели НВФП ТВ. С вами была Катя Солдак. Всего вам доброго.